Всем привет! Меня зовут Даним Гурецкий и это продолжение серии видео о студийной акустике в небольших помещениях, то есть комнатах. Сегодня мы поговорим о минеральной вате. Посмотрим, какие акустические свойства имеет этот материал, почему часто используется именно минеральная вата, какое нужно количество этой ваты для оденки студии и так далее. Так как минеральная вата является популярным материалом, использующимся в студийной акустике, то я считаю, что этот материал заслуживает отдельного внимания. Это видео состоит из трех частей. В первой части мы разберемся с тем, насколько эффективно мин вата подращает различные частоты и как выбрать подходящую вату, если вы сами решите делать акустические панели. Во второй части поговорим о том, сколько нужно этих панелей и на что стоит обращать внимание при их изготовлении. И в третьей части продолжим разговор о количестве и качестве, а также коснемся вопросов здоровья. После этих видео по просьбам подписчиков будет видео про звукоизоляцию и знания о минвате и других материалах не помешают. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Поехали! Прежде чем начать обсуждение о минеральной вате, хочу ответить на один вопрос. Почему я трачу больше времени на разговоры о психоакустике, рабочей громкости, расстановке мониторов и почти не касаюсь темы акустических замеров комнаты? Забегая наперед, скажу, да, будут видео об акустических замерах. Но сначала отвечу на вопрос. Акустика контрольной комнаты состоит из трех элементов. Первое. Вам должно быть комфортно и приятно находиться в такой комнате, где вы работаете, с точки зрения звука и общего комфорта. Обшив все стены и потолок каким-либо звукопоглощающим материалом, не сделает звук в комнате комфортным, приятным и музыкальным. Второе. Хороший звук в комнате достигается не с помощью акустических расчетов и замеров, а с помощью расстановки мониторов, расположения акустических материалов в тех местах, где они должны быть в комнате, используя замеры и слух, а не только замеры. И третье, четвертое, пятое, десятое – это тренировка слуха. Но это отдельная тема. Поэтому я часто повторяю, что придется поработать и поэкспериментировать, прежде чем получится добиться более-менее удовлетворительного звука в комнате, что в свою очередь позволит улучшить процесс сведения. А если повезет, то, возможно, у вас это получится с первого раза. Ладно, давайте о минвате. Чтобы не было путаницы, я сразу отмету в сторону стекловату. По акустическим свойствам она близка к минеральной вате, но есть определенные минусы, из-за которых ее стараются не использовать в студийных условиях. А если использовать, то не так часто, как минеральную вату. И та, и другая вата в принципе являются минеральной, но сделаны из разных минералов. Вот так выглядит минвата, которую также называют каменной ватой. А вот так стекловата. На ощупь минеральная вата более плотная, жесткая, и нарезанные панели не так сильно прогибаются, как пушистые панели стекловаты. Дальше я буду говорить только о минеральной вате. Основное применение этой ваты – теплоизоляция. Но эта вата также хорошо поглощает звук и является широкополосным абсорбером. В предыдущем видео я объяснял, что такое широкополосный абсорбер. Так вот, многие компании, производящие минеральную вату, помимо свойств теплоизоляции, также указывают так называемый коэффициент поглощения звука. И прежде, чем покупать тот или иной материал для акустической оденки студии, желательно убедиться, что этот материал прошел лабораторное тестирование по определенному стандарту и имеет сертификат. Давайте посмотрим несколько примеров и разберемся с тем, что такое коэффициент поглощения звука. В данном случае это минеральная вата Safe & Sound северно-американской компании Rockwool. Нас интересует несколько вещей. Толщина одной платы в данном случае чуть больше 7 сантиметров и также есть платы толщиной примерно 16 сантиметров. Длина и ширина тоже бывает разная и количество плат в упаковке. Их может быть от 6 до 12. Теперь самое главное – акустические свойства. Есть несколько разных спецификаций и измерительных стандартов. В разных странах есть свои стандарты и аббревиатуры могут быть разными. Я не хочу глубоко вдаваться в технические подробности и запутывать вас, поэтому объясню по-простому. В этом списке указана толщина материала и 6 частот. Если вы смотрели 11 видео под названием «Расстановка мониторов на слух», то вам эти частоты знакомы. Так вот, нас интересуют вот эти значения – цифры для каждой из частот. Если вы нашли какой-либо звукопоглощающий материал, в спецификации которого есть частота ниже 125 Гц, то вероятнее всего продавец дает ложную информацию. В очень редких случаях тестирование звукопоглощающих материалов доходит до 100 Гц. Что означают вот эти цифры? 0.52, 1.05. Единица означает полное поглощение звука на определенной частоте. Это приблизительное значение. 0.52 означает, что данный материал поглощает примерно 50% звука на частоте 125 Гц, а остальные 50% отражаются. Посмотрев на этот список, возникает вопрос. Если единица – это стопроцентное поглощение, почему в списке есть значение, превышающее единицу? Короткий ответ – не обращайте на это внимание. Это технические излишки определенных методов тестирования. Самое правое значение – 1.05 означает суммарный усредненный коэффициент абсорбции по всем частотам от 125 Гц до 4 кГц. Если в описании продукта указана только эта цифра, то мы не можем знать, насколько эффективно этот материал поглощает низкие и средние частоты. Также, если указаны значения, превышающие тройку, четверку, то речь идет о других типах измерений. И нужно искать значения, в которых первая цифра – 0 или 1. Теперь давайте взглянем на вот эту минеральную вату. Та же самая фирма, но производится в России. Здесь написано «обеспечивает отличные звукопоглощающие свойства», что подтверждено тестами. Поверим на слово, но поищем, где здесь указан коэффициент звукопоглощения или указан ли он вообще. Так, здесь еще написано «обеспечивает снижение уровня воздушного шума конструкции до 68 дБ, что подтверждено результатами испытаний». Восклицательный знак. Какого шума, на каких частотах. Хочу заметить, что степень поглощения сильно зависит от громкости звука. Поэтому повторю в десятый раз. Старайтесь работать на умеренной громкости. Ваши миксы будут звучать лучше, да и соседи не будут так нервничать. В технических характеристиках указан класс звукопоглощения А и индекс звукопоглощения 0.9. Класс звукопоглощения А означает, что в общем материал хорошо поглощает весь диапазон частот. Индекс звукопоглощения 0.9 тоже хорошо, но нам нужно найти индекс поглощения отдельных частот, а не суммарное значение. И, к сожалению, производитель не предоставляет эту информацию в доступной форме. Ладно, не сдаемся. Смотрим, что у нас здесь. Ага, вот документ. Коэффициент звукопоглощения заключения акустических испытаний. Так, мы уже на финишной прямой. Здесь указано, что усредненный коэффициент поглощения платы AcousticBuds Prof толщиной 50 мм равен 90%. А коэффициент платы 100 мм равен 100%. Смотрим дальше. Ага, вот то, что нам нужно. В этой таблице указано, что платы толщиной 50 мм поглощают примерно 15% отражений на частоте 125 Гц. Платы толщиной 100 мм поглощают 65% и платы толщиной 200 мм поглощают аж 90%. Это хорошо. Давайте взглянем еще на два примера. Минеральные ваты фирмы Knauf. Под названием AcousticKnauf. Решение, которое способно минимизировать почти все бытовые шумы. Здесь ключевое слово «бытовые». И также написано, что в производстве используется специальная технология на основе натуральных компонентов и без использования фенола. Это хорошо. Позже поговорим о том, того, что касается здоровья. Спускаемся ниже. Я лично не вижу ничего связанного с акустическими свойствами данной ваты. Раз производитель это не указывает, значит ищем другую модель ваты. Взглянем на профессиональный сегмент «Акустическая перегородка». Тут тоже нет феноловых смол, замечательно. И в технической информации есть файл под названием «Индексы и класс звукопоглощения марок AS и AR». В самом названии продукта не указано, что значит «АС» и «АР». Ладно, давайте посмотрим, что в документе. Ага, «АР» — это рулон, а «АС» — это плита. Отлично, смотрим дальше. В таблицах под номером 2 и 3 указана степень поглощения для шести стандартных частот. Давайте сравним «Кнауф» с «Роквулл». На частоте 125 Гц плата толщиной 50 мм от «Кнауф» имеет лучшую степень поглощения. На других частотах обе платы имеют приблизительно те же значения, а при толщине 100 мм у «Роквулл» получше поглощения на 125 Гц. Но если учитывать, что эти замеры имеют погрешность примерно 10-15%, то в принципе обе платы имеют схожую степень поглощения. Как вы уже, наверное, заметили, чем толще вата, тем больше степень поглощения низких частот. Но есть дополнительный способ, который позволяет увеличить степень звука поглощения. Об этом я расскажу через минуту. Никто из производителей не делает замеры ниже 125 Гц, но в принципе нам это и не надо. Если степень абсорбции 125 Гц примерно 50% и толщина платы 5-7 см, то мы можем рассчитать, сколько понадобится однослойных панелей, двухслойных панелей, трехслойных и более слойных. Если вы не можете найти минеральную вату со степенью поглощения 50%, то в принципе 20-30% поглощения на частотах 125 и 250 Гц тоже вполне достаточно. В описании данного видео я дам линк на список, в котором указана степень поглощения различных материалов. Это облегчит понимание того, какие материалы лучше поглощают низкие и средние частоты. Не стоит также забывать про верхнюю средину и высокие частоты. Минеральная вата очень эффективно поглощает частоты от 500 Гц и выше. Тем самым очень легко переглушить комнату. Именно отражение на частотах от 500 Гц до 4 кГц создают ощущение живой музыкальной комнаты, в которой приятно находиться и комфортно работать. И если в силу тех или иных обстоятельств вы переглушили комнату, то тогда можно использовать диффузоры и рефлекторы. Об этом я говорил в 13-м видео под названием «Модульная отделка студии». Окей. Вас, возможно, интересует, почему нехорошо сводить музыкальный материал в переглушенной комнате? На что это влияет? Почему бы не взять, положить 15-20 см минеральной ваты на все стены и потолок и натянуть на это какую-нибудь ткань? Переглушив комнату, мы частично решаем проблему с низкочастотными отражениями и создаем новую проблему. Почти полное отсутствие отражений на средних частотах. Помимо того, что мы будем просто уставать, находясь в такой комнате, мы также будем постоянно промахиваться с компрессией, с длиной реверберации и с тональным балансом. Точно так же, как в комнате без акустической отделки, в переглушенной комнате нашему мозгу будет тяжело анализировать, что происходит со звуком, и процесс ведения удлинится. Воздушный зазор между панелями и между стеной. В предыдущих видео я неоднократно упоминал, что воздушный зазор между акустической панелью и стеной эффективно влияет на степень звукопогнощения. Давайте рассмотрим это более детально. Данный эффект касается не только минеральной ваты, но и любых других звукопогнощающих материалов. Это относится к акустическому поролону, к фанере, гипсокартону и к бетонным блокам. Смотрите, в чем заключается магия воздушных зазоров. В данном примере толщина минеральной ваты 5 сантиметров. Плата прикреплена к стене и у нас нету воздушного зазора между стеной и платой. Как можно видеть, степень поглощения частот от 700 герц и выше почти 100%. Все, что ниже 125 герц, не поглощается. А теперь сделаем 5 сантиметров зазор между платой и стеной. Допустим, стена сделана из гипсокартона или бетона. Что мы получаем за счет воздушного зазора? Это увеличение степени абсорбции на низких частотах. Теперь на частоте 100 герц у нас примерно 20% поглощения. Это замечательно! Увеличим толщину минваты до 10 сантиметров и теперь на 60 герц получаем степень поглощения примерно 20%. А на 100 герц примерно 40%. Это офигенно! Еще увеличим толщину минваты до 15 сантиметров и теперь у нас 20% поглощения на 40 герц. А что, если увеличить толщину минваты до 50 сантиметров и убрать воздушный зазор? Как видите, большой разницы нет между 50 сантиметрами ваты без воздушного зазора и 15 сантиметрами ваты с воздушным зазором. Какой же вывод? Воздушный зазор это наш друг. Давайте сделаем небольшой перерыв и перейдем ко второй части видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok